Больше полумиллиона гектаров полей уже засеяли Акмолинские земледельцы. Сегодня в Сандыктаусский и Аккольский районы прибыл лично премьер-министр Аскар Мамин. Он проинспектировал ход весеннеполевых работ. Все подробности в следующем материале. Техника работает вот уже несколько дней. Тут важно тщательно пройтись в поле большое. Земледельцы засеяли уже полмиллиона гектаров зерновых и зернобобовых, масличных и кормовых культур. В Акмолинскую область прибыл премьер-министр Аскар Мамин. Гостью из столицы показали лучшие поля районов. Главу правительства также ознакомили с материально-технической базой, проектами по возделыванию и очистке зерновых и кормовых культур, а также расширению производства мясной и молочной продукции. Включены в работу, будем говорить, все пассивные комплексы, зерновые сейлки, заправщики семян. И работает вся предпассивная обработка. На сегодняшний день работают техники 560 единиц, 180 человек, общая численность по району, которые заняты на весенне полевых работах. Семенами район обеспечен полностью. Всего на весенне полевых работах в Акмолинской области задействовано 32 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. В регионе выделили 68 тысяч тонн гарантированного дистоплива, стоимость которого снизили до 165 тенге за литр. Посев сельскохозяйственных культур планируют завершить в течение 25 рабочих дней. Глава правительства с рабочей поездкой также побывал в селах Сандыктауского и Окольского районов. Там он осмотрел благоустроенные жилые дома, объекты здравоохранения и спорта. Большое внимание уделяется социальной сфере. Это в первую очередь строительство жилья для сотрудников предприятия, для педагогов, для врачей. Участковая полиция проживает в новом доме. Хозяйством построено 27 квартир, которые предоставлены людям, работающих на предприятии, обеспечивающих социальную сферу нашего сельского округа. К слову, Акмулинские сельхозпроизводители обеспечивают потребность столичных жителей почти на треть по мясу и молоку, яйцу на 94%. В регионе также планируется построить больше 100 мясных ферм с приобретением 7600 голов племенного крупнорогатого скота. Откроются 18 молочно-товарных ферм, что позволит увеличить ежегодное производство молока не менее чем на 40 тысяч тонн. Бакыт Гулёк Асва, Хабар, 24.